22 июня, в День памяти и скорби, историко-краеведческий музей принял участие в республиканской акции «Единый урок мужества». Она является составной частью международной вахты памяти «Нас, миллионы панфиловцев». Акция начала свою работу осенью 2015 года в Оренбурге и, пройдя по всей стране, дошла до нашей республики. Сам термин говорит о том, что мы должны передавать память о Великой Отечественной войне, о вкладе нашего советского народа в победу, о тех героях, которые защищали отчизну, которые не жалели жизни своих, погибли на фронтах Великой Отечественной войны, которые строили наш город, участники Великой Отечественной войны, которые уходят. И мы должны эту память беречь, сохранять и передавать ее последующим поколениям. На мероприятие были приглашены участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры Молодой гвардии «Единой России». Сотрудники музея напомнили гостям о военных событиях прошлого и процитировали специальное обращение того времени к войскам. В торжественной обстановке члены Союза воинов-интернационалистов города Кумертау передали музею свое знамя. Также в зале музея из свечей была выложена цифра 1418. Столько дней длилась Великая Отечественная война. Каждому пришедшему было предложено зажечь свечу. По словам руководителя музея, эта традиция призвана напоминать людям о событиях прошлого. После мероприятия гостей пригласили на выставку, представленную музеем республиканской боевой славы. Посетители смогли увидеть стенды с фотографиями, документами и вырезками из газет, в которых говорилось о наших земляках, ушедших на фронт из Башкортостана и принимавших участие в Сталинградской битве. Помимо этого, на выставке были представлены обнаруженные во время раскопок личные предметы, принадлежавшие солдатам, а также архивные данные, соответствующие событиям и истории найденных вещей. Далее участники мероприятия были приглашены к монументу боевой и трудовой славы, где состоялся митинг, посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны. Выступили почетные гости из администрации и руководителя организации города, выразив благодарность всем участникам боевых действий. Продолжение следует... В завершении митинга для гостей прозвучали гимны Башкортостана и Российской Федерации. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы. Когда началась война, мне было всего 7 лет, но я помню в деталях те 4 418 дней, которые были связаны со всем, что пережил наш весь советский народ. Мы прекрасно помним замечательные слова, сказанные «Родина, мать зовет». Она касалась не только взрослых, но она касалась и детей. Голод, лишения, непосильный труд и, главное, оставалась надежда о том, что все это будет пережито, о том, что все это останется позади. И советский народ заживет счастливо.